Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии и ставит лайки. Прогулка с Викой продолжается. Проходя мимо клетки, Севка спрашивает, это что для котов сделали? Нет, Севка, это подготовились к визиту неадекватного актера. Если вдруг начнет буянить, туда бросят и пока не успокоятся, не выпустят. Поэтому веди себя тихо и прилично, и оставь эти глупые затеи залазить в чужие дома, а то ведь так и до беды недалеко. Потом будут транслировать по всем местным каналам, что приехал театр, и один из актеров проник на чужую территорию. Он и так, куда бы ни поехал, везде ведет себя из рук вон плохо. Любит бродить по каким-то злачным местам, особенно по мусоркам. Когда ездили в Италию, Коля, Юля, Самвел, испанский стыд было смотреть, как он не пропускал ни одной мусорки. Рылся в ней, еще и конверты нашел, прихватил с собой и даже не заметил, что когда ковырялся, прикасался к использованному презервативу. И, кстати, после этого возвращения он ходил в клинику Медведева лечиться. У него там прыщики появились, вот прям на его самой гордости. Он даже показывал, как проходило лечение, но потом сказал, да это все фигня, меня, скорее всего, развели на это лечение. Я не знаю, так это или нет, но то, что он без царя в голове, это точно. Когда лазил по мусоркам и орал, как павиан бесхвостый, проходившие мимо итальянцы наверняка были в недоумении и изумлении. Ну как можно так себя вести? Откуда приехал этот дикарь? Вряд ли они поняли, что он говорит на суржике. Скорее всего, решили, что он русский. Вот и верь после этого историям о неподобающем поведении. По неволе начнешь сомневаться. Это у них с Викой прогулка одного дня. Хотели они перейти мост, ничего из этой затеи у них не вышло. На полпути вернулись обратно и пошли в магазин. Не успел зайти в магазин, увидел рекламу Найки. Может, кроссовки купить? А миллион тех пар, которые уже куплены, куда девать будут? Или как у Чуковского в стихотворении «Телефон»? Те калоши, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. Может, они с Колей тоже, как эти крокодилы, жрут кроссовки? Как сороконожки, без устали покупают себе обувь. Вика зашла к нему в номер, увидела, две пары стоят возле дверей кроссовок. Она так удивилась. Ну, зачем человек припер с собой несколько пар? Ну так, а трусы пузырем надувать за счет чего он будет? Хоть бы выпендриться с помощью кроссовок. В магазине сидела на лавке девушка. Возле ее ног собака Корги. Моментально вы выдал. Это Корги из ТикТока. Подарок. Помешанный. ТикТок, подарки, батлы, лайки, подписки, зрители. Какая у него в голове из-за всего этого каша. Я увидела эту собаку раньше, чем он стал про нее говорить. Но мне даже мысль не пришла в голову подумать о ТикТок. Я подумала о том, что девушка зашла с собакой там, где есть магазины. Значит, можно посещать. А у Севки в голове один ТикТок. Как сказала бы его любимая Маша, жалкое зрелище. Я обожаю супермаркеты, говорит Самвел. Ну, хотя бы честно признается, в отличие от Дианы. Та уже забрехалась по самую маковку. Магазина она не любит. Неинтересна ей эта тема. Пусть учится у дядюшки. Он сто раз соврет, но один раз скажет правду. Хоть так уже прогресс. На полпути увидели шлямпом по с ушками на макушке. Вика уже знает, какого рода контент выдает Самвел. Тут же предложила ему эту шапочку примерить. К его футболке Гуччи это панамка то, что надо. Что бы он ни надел, все равно будет выглядеть нелепо. А в этой шапочке, ну, по крайней мере, забавно. Такие классные они продают футболки. И он нифига их не носит. Гульчи, Кельвин Кляйн. А джинсой собственного производства брезгует. Вика посмотрела, как он выглядит в этой шапочке. Говорит, купи Ольге Леонтьевне. А что ей Ольга Леонтьевна сделала? Решила анус лизинг активизировать. Севка Ольгу Леонтьевну топит. И она не упустила возможности. Предложила бы его херями купить эту шапку. Она такое любит. С удовольствием бы таскал. Вот я уверена, если бы он привез матери эту шапку, она бы летом ее одевала на прогулку в магазин и ходила бы. Вот вам и Вика. Да их с Лерой еще в прошлый раз было видно, что это за птицы. Самвел посмотрел на себя в этой шапочке, вспомнил свою подругу, как он в последнее время стал называть Надю. В ТикТоке он ее представляет именно подругой. И тут говорит, это надо недогарскому стакану купить. Упаси Бог от таких друзей, как Севка. Вот знает, что Наде неприятно, когда ее так называют. И в каждом ролике поднимает эту тему. Люди бывают разные. По-разному могут общаться в близком кругу, по-разному могут себя называть. Одна рассказывала, что мужу нравится, когда его называют она поросеночком. Ну, ничего общего у этого парня с поросеночком нет. Почему ему нравится, непонятно. Но в этом случае человек сам так захотел. Их семью это устраивает. Но когда заведомо известно, что другому это будет неприятно, а человек все равно продолжает это делать, Вике стало смешно. Ну, пока это не коснулось лично ее, можно и хихикать. Она доверяка знает, как хорошо начиналась его дружба с Лессей. Общались, ходили друг к другу в гости. А потом все чаще и чаще он стал ее троллить, говорить всякие пошлости. Она ему этого не запрещала. Судя по всему, ей это тоже нравилось. Но она не представляла, чем это все в конечном итоге закончится. Севка не умеет дружить и по-человечески общаться с людьми. Ему все надо обгадить и опошлить. Однажды польется хейт и на эту Вику. Если она сразу не поставит его на место, все, пиши, пропало. Он будет обращаться с ней точно так же, как и со всеми. Вика предложила к этой шапочке купить Наде купальник. «Эта задача посложнее будет», — ответил Самвел. Вика снова рассмеялась и сказала, «Ну да, мерить купальник для Нади не на кого. Я бы не сказала, что Вика страдает дистрофией. Вполне себе упитана и невоспитана. И купальник для Нади со своими мощными габаритами могла бы помочь купить без лишних слов». Тоже неадекватка. Сама пышка, но мнит себя тростиночкой. Вот вам и женская солидарность. В автобусе она потом читала Самвелу комментарии про них двоих и возмущалась. «Как люди любят обсирать! Ни за что, ни про что!» Вот она совершенно забыла вот этот момент. Что плохого ей сделала Надя, что она сейчас подняла ее насмерть. Когда сама делает то же самое, она не замечает. Если в отношении нее зрители что-то написали, «Ах, как же они посмели так про них писать!» У севки Надя с ус не сходит. Правильно Надя ему однажды сказала? «С Маринкой гуляешь, и только про меня и говорить. А вам что? Больше поговорить не о чем». Теперь гуляет с Викой, а Надя из головы не выходит. Если вернуться к прочитанным комментариям, вот по поводу того, что с Самвелом никто кроме нее не общается, а она общается только потому, что он ей за это заплатил, им стало смешно от этих комментов. Ну, конечно, напрямую разговора, я думаю, у них такого не было. «Давай хотя бы ты будешь со мной гулять, да, и общаться, а я тебе оплачу визиты в ресторан и там кое-какие твои покупки». Нет. Скорее всего, это было какое-то негласное соглашение. Вика заметила, что с ним никто не общается, решила поддержать. Самвел за эту поддержку пригласил в ресторан. Ну, вот, примерно так оно и пошло. В прошлый раз, когда они ездили на гастроли, ведь было то же самое. Самвел покупал еду и выпивку. Народ возле него кружился, как рой мух. Севка без комментариев жить не может. Он их читает без видео. Потом приходит к маме, чтобы снять видео, снова их читает. Сейчас с Викой тоже не о чем говорить, только о комментариях. Насколько же он зависим от ТикТок, от Ютуб, от мнения чужих людей, кто что пишет, кто что думает. Столько лет ведет канал и никак не может отключиться от этого. Он с первого дня ведения своего канала выбирал какие-нибудь комментарии и снимал на них целое видео ответ. Вот так вот он зависит. Хотя говорит, там не плевать на ваши комменты, пишите, что хотите. Да нет. Не так уж и плевать. Очень они его интересуют. Хорошо, что Севка прошелся по продуктовому магазину и сравнил цены. Он так рвется в Европу, он вот и пусть и понюхает, чем она пахнет. А заодно прикинет, хватит ли ему средств на проживание там. Яйца 5 евро? Ничего себе! Есть, конечно, подешевле, но все равно есть по 5 евро. Кусаются цены. Каждый день по 3 яйца сможет ли себе позволить? Миллионер! А цен офигел! Так и не показал, что купили в магазине. Судя по всему, ничего не брали. Самвел любит хвастаться покупками. В этот раз хвалиться было нечем. На словах миллионерам быть легче, чем на деле. Едут на концерт, вышли из автобуса, впереди идет Саша и некая Олечка, как назвал ее Самвел. Саша пошел вперед, будто севки не существуют. А Оля, ну, раз он ее затронул, пришлось остановиться. Вот так с тобой и общаются. Если сам зацепишь, люди вежливые, культурные, ответят. Если бы он не тронул эту Олю, она так и пошла бы вместе с Сашей. Никто из них двоих не собирался останавливаться и идти разговаривать с Самвелом. И кабуч, поклонниц, севки пришлось бегать искать. Девушки пришли, расположились, спокойно сидят на скамеечке. Никто от восторга с ума не сходит, просто сидят, ждут. Самвел сам их нашел, подошел к ним. Спросил, ну что, девчонки, на концерт идете? Нет, говорят, билетов нет. А что ж не подготовились заранее, если так хотели попасть? Надо было купить, поприсутствовали бы. Все-таки блогер Самвел устраивает их больше, чем Самвел, оперный певец. Одно дело подождать и пообщаться с ним, увидеть вживую. И совсем другое дело сидеть, сколько там этот концерт идет, час, чуть больше, сидеть и вот это все слушать. Э, нет, спасибочки. После концерта пошел опять с Викой в магазин, увидел бюстгальтеры, стал гладить чашечки и звать Надю. Надя, Надя. Вот вам и ответ, почему она ему шлет голосовые. Они плотно общаются. Она у него из головы не выходит, она с языка его не сходит. И то, что у него в лексиконе появились ее словечки, тоже говорит о том, что они очень часто и подолгу общаются. Он перенимает ее манеру общения. А потом у Севки начались глюки. Ему везде отца померещатся. Там столько говорящих на великом и могучем, что не сразу понятно, где они находятся. Викуся, например, ходит, не шокает и не гакает. И Севка, выходя из автобуса, сказал спасибо. Тоже косит. Ну, вот так со стороны на них с Викой посмотрят и тоже подумают, что они из матушки приехали. Да, бедный Севка. Мамки нет. Говнецо выбросить некуда. Переполнился уже. Ну, хотя бы вот несколько минуточек поговорил об этом. Но облегчился. Прямо посреди площади. Надеюсь, ему полегчало. Показал зал, в котором будут выступать. Да, без размаха. Видимо, особо ни на что не надеялись. Большой зал как-то не стали арендовать. А зачем? А мало ли, а вдруг что? Хватит того помещения, которое сняли. Перед тем, как начать делать обзор, у меня выскочило оповещение о его новом ролике в ТикТок. Выложил он кусочек своего визита в эту шикарную, богатую квартиру. Может быть, и в Ютубе появится видео с его визитом в эту квартиру, но на тот момент, когда я записываю этот обзор, этого ролика еще нет. А то иногда зрители пишут, ну, он же уже показал видео, чего вы так говорите? Ну, так ролик сам по себе не сделается, ведь мне нужно потратить немало времени, чтобы его озвучить, сделать монтаж. на монтаж, сколько уходит времени, если бы вы знали. Потом его нужно загрузить на сайт. Это же все занимает время, поэтому мне приходится, конечно же, готовить заранее, не то, что вот записала его, и тут же хована, и выкладываю. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Я не знаю, может быть, он даже и не будет ничего выкладывать в Ютуб, поэтому, думаю, раз я уже увидела этот ролик, поговорю немножечко об этом, вот прям к этому обзору. Ходит он, значит, в этой квартире, между полками, усыпанный статуэтками, восторгается. Ребята, какая красота! Вау! Зашел в ванную, показал там огромную люстру. В комментариях к этому ролику зрители предположили, что он в гостях у Лиды. Если это действительно так, вот пусть Севка сравнит, как живут его зрители, и как живет он, миллионер, и начинает понемногу спускаться на землю, и немножко становиться адекватным. Я уже говорила в своих ранних обзорах, что его зрители, которых он называет нищебродками, имеют достаточно средств для того, чтобы послать ему донат или посылку, и при этом у них остаются средства для себя и для своей семьи. Я понимаю, что ему приятно льстить себе, что он богатый, а все вокруг нищие. Ну, может быть, среди его окружения, да, так оно и есть. Но неплохо было бы оглянуться вокруг и все-таки взглянуть правде в глаза. Смотрят его разные люди с разным достатком. Ну, нравится ему заниматься самообманом. Кто же запретит? Пусть его больной, воспаленный мозг продолжает тешить себя обманом. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока!